Одной из ожидаемых в российской армии новинок станет ручной пулемёт РПК-16.Его опытная войсковая эксплуатация уже завершается, в первом квартале 2019-го военные должны выдать заключение производителю РПК-16 по сути, тот же РПК-74, только модернизированный точка обновления и коснулась в основном эргономических характеристик пулемёта Теперь у него удобная пистолетная рукоятка с подпальцевыми выемками, в которую встроен пенал с принадлежностями для чистки оружия Переводчик режима огня оснащается планкой под указательный палец, точка это значительно упрощает переключение А складный телескопический приклад позволяет стрелку любого телосложения подстроить оружие под себя с ювелирной точностью На пулемете установлены планки Пикатинни, без которых уже не обходится ни один современный образец, стрелковки В стандартной версии планка расположена на крышке ствольной коробки, что позволяет оснастить пулемёт любыми прицельными комплексами ночного видения и тепловизорами Сверху и снизу на цеве тоже имеются планки Пикатинни для установки вспомогательных модулей Кроме того, для планок дополнительные слоты есть и по бокам точка правда, хотя процедура по смене ствола не требует дополнительных инструментов В полевых условиях заниматься этим будет не очень удобно, так как потребуется регулировка прицельных приспособлений Как известно, у ствола ресурс в несколько раз ниже, чем у ударно-спускового механизма, поэтому РПК-16 будет служить гораздо дольше своего предшественника Другая новинка российских оружейников, автомат АК-308 под стандартный винтовочно-пулеметный патрон НАТО калибра 7,62 умножение 51 мм Серийное производство планируется начать уже в этом году.Разработчики уверены, что АК-308 будет интересен в качестве штурмового оружия, так как автоматических винтовок такого калибра в мире очень мало При этом автомат в первую очередь предназначен для зарубежных покупателей.При этом эксперт отметил, что конкурировать с западными образцами крупнокалиберных штурмовых винтовок в развитых странах АК-308, скорее всего, не сможет АК-308 могут заинтересовать разве что армии стран третьего мира, которые долгое время эксплуатировали такие автоматические винтовки 50-х годов прошлого века, как ФМФ и МИЛИ-ЖИ-3 под патрон 7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 62 умножение 51 Надо отметить, планы по производству автоматов Калашникова за рубежом несколько изменились В частности, представители концерна уже несколько лет ведут переговоры с индийскими подрядчиками о строительстве совместного предприятия АК-200, это довольно старая разработка, более чем десятилетней давности, пояснил Дегтярев А так сотой серии эти автоматы отличаются некоторыми эргономическими, адаптационными изменениями Внешне они трудно различимы, у двух соток чуть по-другому выглядят прицельные приспособления, модернизированы некоторые элементы их узлов, установлены присоединительные планки, а в целом стреляющее устройство, такое же, как у сотой серии В Калашникове, сообщили, что в феврале 2019 завершаются предварительные испытания ПЛ-15 и начинаются государственные, после которых оружие будет готово к серийному производству Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...